Кресло-коляски Другими словами, подбор кресла-коляски – это индивидуальный выбор параметров с учетом размеров пользователя, его возможностей и потребностей. Эта задача связана с большой ответственностью и влияет на качество жизни, мобильность и состояние здоровья пользователя в долгосрочной перспективе. При подборе кресла-коляски наша цель – комфортное положение пользователя без развития болевого синдрома, правильная поза сидя, а также возможность управления коляской с наименьшими энергетическими затратами и соблюдением мер безопасности. Неправильный подбор кресла-коляски может привести к серьезным вторичным нарушениям здоровья, поэтому подбор должны осуществлять только специалисты, прошедшие соответствующее обучение и подготовку. Важно помнить, что данные измерения означают определение размера кресла-коляски, а не размера тела пользователя. Еще один важный фактор – где будет использоваться коляска – в повседневной жизни, на отдыхе, на работе или для занятий спортом. В некоторых случаях имеет смысл привлекать других людей к процессу подбора кресла-коляски. Ширина сиденья Правило определения необходимой ширины. Между бедром пользователя и боковой панелью должна поместиться ладонь. Мы используем два варианта измерения ширины сиденья. На складных креслах-колясках мы определяем расстояние между внешними краями трубок сиденья. На колясках с жесткой рамой мы измеряем расстояние между боковыми панелями. Пожалуйста, обращайте внимание на информацию о рекомендуемом способе измерения в бланке заказа. Слишком большая ширина сиденья коляски. Эта ошибка в долгосрочной перспективе может привести к проблемам поддержания позы или повреждению кожи, нарушением кожного покрова. Глубина сиденья Глубина сиденья оказывает значительное влияние на устойчивость позы. Правила определения глубины. Между краем обшивки сиденья и подколенной ямкой пользователя должно помещаться 2-3 пальца. Измерение глубины кресла-коляски для всех моделей производят вдоль трубок сиденья. Необходимо измерить расстояние от трубки спинки до края обшивки сиденья. Если глубина сиденья подобрана корректно, достигается правильное распределение веса пользователя и разгрузка мест избыточного давления. Недостаточная глубина сиденья приводит к отсутствию стабильности позы и потере безопасности. Как результат, могут развиться пролежни. Высота спинки Высота спинки не должна располагаться слишком высоко для активных пользователей кресел-колясок. Слишком высокие спинки ограничивают движение и могут приводить к ухудшению качества позы или к появлению точек повышенного давления при движении в коляске. Если высота спинки недостаточная, это может приводить к потере стабильности, нарушению позы и болевому синдрому. Места измерений для определения высоты спинки Верхняя часть трубки сиденья и верхний край обшивки спинки Измерение, которое проводится по центральной части спинки, приводит к ошибкам. Поскольку обшивка спинки и сиденья часто провисает, очень важно учитывать толщину противопролежневой подушки на сиденье. Оптимальная высота спинки не может быть правильно определена без информации о толщине подушки. При необходимости рекомендуется тестировать подушки с разной толщиной. При выраженных физических ограничениях определение высоты спинки с точки зрения обеспечения свободы движения становится менее актуальной. Ключевым фактором в этом случае будет стабильность позы. Высота подножки При измерении высоты подножки часто возникают споры, по каким точкам ее измерять. В Отто Бок на большинстве моделей измеряется расстояние между обшивкой сиденья и задним краем поверхности опоры стопы. Не посередине и без подушки. Правильный выбор высоты подножки чрезвычайно важен. Если высота подножки слишком короткая, отсутствует поддержка бедер. Положение пользователя в кресле-коляске становится неустойчивым. Это приводит к увеличению нагрузки на седалищные кости и возникает риск развития пролежней. Если высота подножки слишком длинная, на бедра будет оказываться чрезмерное давление. Чтобы определить степень давления, необходимо расположить ладонь между бедром и подушкой. Также при определении размеров нужно обращать внимание на дорожный просвет. Мы рекомендуем придерживаться расстояния между опорой стопы и поверхностью дороги не менее 4-5 сантиметров. Пожалуйста, обратите внимание на то, что риск возникновения несчастных случаев значительно повышается при несоблюдении требуемого дорожного просвета. В зависимости от модели, высоту подножки можно регулировать плавно или пошагово. Высота сиденья спереди и высота сиденья сзади. Разница между этими двумя значениями определяет наклон сиденья кресла-коляске. Важно запланировать необходимый наклон сиденья в соответствии с показаниями, стабильность позы, а также учитывать ситуации, где пользователь обычно пересаживается. Высота сиденья спереди измеряется от поверхности земли до верхней передней части трубки сиденья. И должен учитываться минимальный дорожный просвет относительно опоры стопы. Высота сиденья сзади измеряется от земли до верхней и задней части трубки сиденья. При корректном выборе высоты сиденья центр оси приводного колеса должен находиться на уровне кончиков пальцев пользователя. Пожалуйста, обратите внимание. Высота сиденья сзади влияет на зону контакта кисти и обруча для толкания. Высота сиденья спереди и сзади влияет на центр тяжести, возможность опрокидывания коляски назад и ее управляемость. Центр тяжести. Центр тяжести или баланс определяется отношением между осями передних и задних колес. Он отвечает за стабильность, безопасность и оказывает значимое влияние на управление коляской. Центр тяжести в активном положении. Это необходимое условие для преодоления невысоких препятствий, но увеличивает риск опрокидывания. Центр тяжести в активном положении упрощает повороты и управление коляской, но устойчивость при движении прямо снижается. Центр тяжести также влияет на положение сидя. В конечном итоге от него зависит и комфорт, и стабильность позы пользователя в кресле-коляске. Выводы. 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 Продолжение следует...